Таблетки Верошпилактон применяются для лечения следующих заболеваний. Эссенциальная гипертензия в составе комбинированной терапии. Отечный синдром при хронической сердечной недостаточности. Может применяться в виде монотерапии и в комбинации со стандартной терапией. Состояния, при которых может обнаруживаться вторичный гиперальдостиранизм, включается рост печени, сопровождающийся асцитом или отеками. Нефротический синдром, а также другие состояния, сопровождающиеся отеками. Гипокалиемия, гипомагнеемия, в качестве вспомогательного средства, для ее профилактики во время лечения диуретиками и при невозможности применения других способов коррекции уровня калия. Первичный гиперальдостиранизм, синдром Кона, для короткого предоперационного курса лечения. Для установления диагноза первичного гиперальдостиранизма. Как принимать курс приема и дозировка? Верошпилактон принимают внутрь. При эссенциальной гипертензии суточная доза для взрослых обычно составляет 50-100 мг однократно и может быть увеличена до 200 мг. При этом увеличивать дозу следует постепенно, 1 раз в 2 недели. Чтобы добиться адекватного ответа на терапию, препарат необходимо принимать не менее 2 недель. При необходимости проводят корректировку дозы. При диапатическом гиперальдостиранизме 100-400 мг в сутки. При выраженном гиперальдостиранизме и гипокалиемии 300 мг в сутки. Максимально 400 мг за 2-3 приема. При улучшении состояния дозу постепенно снижают до 25 мг в сутки. Гипокалиемия, гипомагниемия. При гипокалиемии и гипомагниемии, вызванные терапией диуретиками, назначают препарат в дозе 25-100 мг в сутки, однократно или в несколько приемов. Максимальная суточная доза 400 мг. Если пероральные препараты калия или другие методы восполнения его дефицита неэффективны. Диагностика лечения первичного гиперальдостиранизма. В качестве диагностического средства при коротком диагностическом тесте в течение 4 дней по 400 мг в сутки, распределив на несколько приемов в день. При увеличении концентрации калия в крови во время приема препарата и снижении после его отмены, можно предполагать наличие первичного гиперальдостиранизма. При длительном диагностическом тесте, в той же дозе в течение 3-4 недель, при достижении коррекции гипокалиемии и артериальной гипертензии, можно предполагать наличие первичного гиперальдостиранизма. Короткий курс предоперационной терапии первичного гиперальдостиранизма. После того, как диагноз гиперальдостиранизма установлен с помощью более точных диагностических методов, перошпилактон следует принимать по 100-400 мг в сутки, разделив на 1-4 приема в сутки в течение всего периода подготовки хирургической операции. Если операция не показана, то верошпилактон применяется для проведения длительной поддерживающей терапии, при этом используется наименьшая эффективная доза, которая подбирается индивидуально для каждого пациента. Отеки на фоне нефротического синдрома. Суточная доза для взрослых обычно составляет 100-200 мг в сутки. Не выявлено влияние верошпилактона на основной патологический процесс, и поэтому применение данного препарата рекомендуется только в тех случаях, когда другие виды терапии оказываются неэффективны. При отечном синдроме на фоне хронической сердечной недостаточности ежедневно в течение 5 дней по 100-200 мг в сутки в 2-3 приема в комбинации с петливым или тиозидным диуретиком. В зависимости от эффекта суточную дозу уменьшают до 25 мг. Поддерживающая доза подбирается индивидуально. Максимальная доза 200 мг в сутки. Отеки на фоне цирроза печени. Если в моче соотношение ионов натрия и калия превышает единицу, то суточная доза для взрослых обычно составляет 100 мг. Если соотношение меньше единицы, то суточная доза для взрослых обычно равна 200-400 мг. Поддерживающая доза подбирается индивидуально. Отеки у детей. Начальная доза составляет от 1 до 3,3 мг на килограмм массы тела в 1-4 приема. Через 5 дней дозу корректируют и при необходимости увеличивают в 3 раза по сравнению с первоначальной. Противопоказания. Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата верошпилактон. Болезни Эдисона, киперкалиемия, гипонатриемия, тяжелая почечная недостаточность, анурия, беременность, период кормления грузию. Детский возраст до 3 лет в связи с твердой лекарственной формой. Специальные указания. При болезнях почек и печени, а также в пожилом возрасте, необходим регулярный контроль электролитов, сыворотки крови и функции почек. При лечении нестероидными противовоспалительными препаратами следует контролировать функцию почек и уровень электролитов, крови. Следует избегать пищи, богатой калием. В начальном периоде лечения запрещается управлять автомобилем и заниматься видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Длительность ограничений устанавливается в индивидуальном порядке. Условия хранения и срок годности. Хранить сухом, защищенном от света месте. Срок годности 2 года. Из аптек отпускается по рецепту.